Сегодня я расскажу крутой рецепт, как приготовить прикормку для фидерной ловли. Нам потребуется вот такая печечка, баллон и некоторые градиенты. Какие именно? Смотрите дальше. Давайте начнем, поехали. Так, нам понадобится молоко, можно домашнее, покупное, любое. Горох. Чем меньше, а можно даже на кофемолке его размолоть, будет быстрее вариться. Пшено, чеснок, ну нам чеснок нужен один, будет достаточно, и то даже много. Сахар и соль. Так, берем кастрюлю, сейчас зажгем огонь. Можно даже, то есть, эту кашу приготовить на рыбалке, в полевых условиях, так сказать. В принципе, в данный момент, что мы и делаем. Открываем молочко. У нас сейчас кастрюля сгорит. И выливаем молоко. Все, это можно в мусорник. Так. Берем горох, высыпаем. Ну, я не буду большое количество показывать. Я сейчас именно расскажу вообще весь принцип, как это варить делать. А там уже будете, конечно, смотреть в пропорциях, сколько вам нужно, сколько будете варить. Я примерно где-то сыплю, ну, нужно стакан, где-то полстакана, грубо говоря. Вот так вот, достаточно. Потому что он разваривается хорошо. Поэтому я там, смотри, уже в обстоятельстве. Так, сразу же можно и пшено сыпать, потому что, в любом случае, нам нужно все полностью разварить. Как и горох, так и пшено. Тоже много не будем, хватит. Так. Это у нас такая супер-пупер. Мешать будем ей. Вот так вот. Все, и ждем, варим, может, минут 40, час. Нам нужно разварить до того степени, чтобы потом уже горох, ну, можно легко было раздавить. Чтобы можно было сделать однородную массу. То есть нужно нам все это полностью разварить. Масло, чеснок, сахар, соль. Это можно кинуть в конце. Пока это ни к чему не нужно. Так, поставил я варить кашу. А сейчас хотел произвести опрос. Если вы пользуетесь покупной прикормкой, поставьте лайк под этим видео. Если вы пользуетесь домашней прикормкой, либо какие-то там хлебные смеси свои, поставьте дизлайк. Также в комментарии напишите, какой вид прикормки вам нравится. Потому что есть Салапинская прикормка, есть еще там кто-то какие-то методы делает. Вот я именно использую свой метод. Нигде я его не смотрел. Так, у рыбаков услышал. Поэтому, может, если кто-то уже такую делает прикормку, напишите в комментарии. Давайте ждем, как наша готовится каша. Так, все, сварилась каша, выключили ее. Сейчас нужно нам чесночка. Почистили чеснок. Вообще, по-хорошему, конечно, нужно было бы вначале кинуть, но мелко режем его. Видно там? Она еще настоится, и потом будет вообще все супер. Запах и все остальное. Так, теперь сахарку сыпем. Где-то 2 столовых ложки на вот этот объем. Мы же любим кашу сладкую, поэтому и рыба тоже. И солим чуть-чуть, щепотку. Все. Теперь ее снимаем с печки с нашей, ставим на стол. Не видно. И размешиваем. Нужно подавить именно горох, чтобы была приближенная к однородной массе. Как раз сейчас и чеснок подавится у нас. Еще постоит. Пахнет. Пахнет супер. И потом, в следующем видео, увидите, как я с опучей прикормкой буду на рыбалке уже замешивать, так сказать, полностью уже готовую прикормку и ловить на нее. Не знаю, как сейчас у нас в марте месяце будет эта прикормка работать, но конец лета, летом работает вообще отлично. Именно вот это разваренное все дает хороший шлейф. Также присутствуют крупные... Все. О, пахнет. И я вначале добавлял, тоже можно добавить еще, сливочного масла. Все. Теперь закрываю крышкой. Она у меня настоится. И я прям в кастрюле, либо в пакет переложу на рыбалку, везу и там замешиваю. Сегодня я решил именно снять это видео именно для вас, потому что заходит фидерный сезон уже. Кто-то его уже открыл, как месяц или два назад. Знаю, есть люди на тех же теплых грейсах ловят. Я вот только поеду завтра. И следующее видео будет у нас именно уже с водоема. Будем ловить сазана, карпа, леща. Ну, какая рыба будет, посмотрите. То есть подписывайтесь, следующее видео будет тоже интересно. Всем пока. С вами Денис Башко и вы на канале Бешеная Рыбалка.